И еще одна фишка, о которой я забыл сказать. Оп! Наконец-то я получил долгожданную посылку из Китая, и там меня ждало сразу два офигенных гаджета, о которых сегодня пойдет речь. Первый, как вы поняли, это iPhone 4s. Естественно, это восстановленный iPhone, но при всем при этом это функционирующий iPhone 4s. Я уже установил у него несколько приложений, и совсем скоро на канале выйдет серия роликов об этом смартфоне. Там будет как ностальгические видосы, так и, конечно же, опыт эксплуатации iPhone, который вышел в 2011 году. Каково им пользоваться сейчас? Естественно, будет очень непросто, но при всем при этом то, какие ностальгические, офигенные эмоции я испытал, распаковав эту посылку. И вообще вот сейчас даже держа его в руках, это просто словами не передать. Но я бы был не я, если бы не попробовал, и в следующих видосах обязательно попробую. Второй гаджет уже более современный и относится к нашей эре. Это умные часы от компании Xiaomi, точнее дочерней компании Xiaomi, которых уже просто по пальцам не пересчитать. Называются они что-то типа Maima. Maima шо Maima. На самом деле бренд довольно свежий, я точно не знаю, как произносить их название. Думаю, в комментариях найдутся знатоки. Чем конкретно могут привлечь вот такие вот умные часы от Xiaomi, такого зажравшегося чела, как я, у которого Apple Watch, всякие шестые, седьмые, десятые. А конкретно ценой. Я прекрасно понимаю, что за эти деньги это отличный гаджет и не обязательно тратить овер там 20 тысяч рублей, чтобы купить хорошие смарт-часы. Я выбрал часы вот в таком вот золотом цвете, захотелось просто немного разнообразия, потому что все Apple Watch, что у меня есть, они либо белые, либо черные. Но сами часы оснащены хорошим IPS дисплеем, продуманной операционной системой, полностью переведенной на русский язык и такими офигенными фишками, как, например, уровень кислорода в крови. Напомню, что уровень кислорода может измерять только лишь Apple Watch 6, который стоит овер там 35-40 тысяч рублей. Тут же мы получаем за доступный прайс полностью рабочий функционал измерения кислорода, пульса и даже уровень стресса. Также в часах заявлен голосовой помощник Alexa и, честно признаюсь, не пользовался им, так как в принципе не пользуюсь никакими голосовыми помощниками и пока что живу без этого без проблем. Естественно, часы получают уведомления и даже отображают иконку приложения, из которого оно пришло, то есть это Telegram, WhatsApp, ну или, к примеру, ВКонтакте. Обладают всеми необходимыми функциями, такими как измерение шагов, калорий, также можно выбрать понравившийся циферблат. На часах стоит сразу что-то около 6, но при этом можно из приложения на телефоне сразу же установить, какие тебе понравятся, там их очень много. Корпус сделан из металла, вот такой вот офигенный ремешок и еще одна фишка, о которой я забыл сказать. Оп. Нет, ремешок не меняет цвет, просто в комплекте их было сразу два, за что огромный респект производителю, потому что кастомизировать свои часы можно прямо из коробки и выбрать понравившиеся тебе. К примеру, в моем случае вот этот вот вариант выглядит немножко по-женски, а вот сочетание зеленого и золотого, как по мне, блин, просто огонь. Смотрятся часы красивые и за счет отсутствия вот таких вот ушек, как на стандартных часах, они похожи на Apple Watch и тем самым не выглядят дешево. Вы согласитесь, на руке смотрится этот гаджет очень прилично и за свои деньги это часы просто топовые, реально. Ссылка будет на такие же в описании, ну и на покупку дешевенького iPhone 4s я ссылку тоже размещу. Напомню, что это самый дешевый iPhone вообще, который сейчас можно купить в принципе. За такие деньги, ну реально ничего не взять. Моя задача была отыскать самый-самый дешевый iPhone вообще в мире, приобрести его и попользоваться, рассказать вам каково это. Ну и конечно же вспомнить былые времена, эх, 2011 год. 10 лет прошло с момента анонса уже и на самом деле, на самом деле не верится даже. Пишите в комментариях понравился ли вам видос, понравились ли вам часы и понравился ли вам iPhone 4s. Что бы из этого вы купили, кстати стоят они плюс-минус одинаково. Подписывайтесь на мой канал.